Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ксения, вот где-нибудь здесь будет мой инстаграм И просьба подписаться на мой канал, чтобы мне запустить следующие видео Это видео традиционной рубрике потрачено То есть, сколько я трачу в месяц на проживание в Америке, на еду, на какие-то другие продукты Ну, первые и не первые необходимости Поэтому этот месяц получился довольно-таки, я бы сказала, быстрым Для сравнения с другими месяцами Поэтому всем приятного просмотра 4 число, я, короче, заезжала в кучу магазинов Давайте начнем по порядку Первый магазин это Bath & Body Works Вот он так называется Купила два вот таких крема для тела после душа Мой любимый магазин И в нем я по скидкам, бла-бла-бла, видите, вместо 15 я платила 6 за каждый Получилось, что в магазине Bath & Body Works я не потратила 13 долларов Дальше давайте в магазин TG Max и Home Good они вместе Значит, я взяла вот такую штуку Это штука для таблеточек такая Прикольная, знаете, чтобы с собой носить Здесь чеснок и довилка вот такая красивенькая Цена И это слайсер специальным предохранителем для пальцев Я вообще взяла для сыра, мне кажется, не особо для сыра предназначен, но подойдет И он вот по такой цене И по итогу вот TG Max and Home Goods я сегодня потратила 20 долларов Дальше Магазин Доллар Три Вот здесь у меня лежат такие камушки, просто они сыпятся и они не очень приятные Это для украшений как бы просто Здесь рассада, видите, огурцы Точнее морковь Здесь рассада морковь, кейл, огурцы и свекла Еще там взяла вот такие маленькие пакетики для снеков Я вообще часто их использую для всего подряд И три упаковки с салфеток Первая Вторая вот с таким принтом красивым И третья И вот получилось, что Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Девять штук И пусть то, что магазин Доллар Три Сегодня потратила 8 долларов А дальше Без чека будет магазин Точнее не магазин, это пост-офис Это почта Мне нужны были марки для отправки по США И, короче, вот такие марки, кстати, какие красивые выбрала Там есть разные, но вот это мне самое большее у всех понравилось И за это заплатила 12 долларов И дальше взяла в магазин Таргет Взяла вот такую малинку органическую И вообще заезжала вот за этим Это диски для снятия макияжа Ну или чего-нибудь еще И вот по чеку, значит, ягоды 4,29 И диски 5,39 Только в магазине Таргет я сегодня потратила 9 долларов И самый последний масштабный Это Икея Здесь, короче, вот такой вот шкафчик Точнее, их шкаф Здесь вот такой вот стул Типа переносной Стол даже можно назвать И здесь, видите Давайте вот с этого начнем Это, короче, картины Они вот такие Здесь мне больше понравился его Ай, Сатурн, который красивый Но плохо фокусируется А здесь еще взяла Это для одеяла Ну здесь две подушки еще Две наволочки для подушки шли Но мне больше нужно было для покрывала Мне кажется, прикольно Валютка только сердечками Маленькие полотенчика Взяла вот такие вешалки И здесь, по-моему, пять Если не ошибаюсь Да, и они просто, значит, для чего-нибудь такого Для платьев Что очень такое тоненькое И последние, предпоследние Это вот такие вешалки Я за ними как раз ехала Потому что у меня больше одежды, чем вешалок И последнее Это вот эта штука Это присоединяется назад туда И получается такой треугольничек Для того, чтобы сидеть на улице По чеку Икея, значит, вешалки 5.49 Другие вешалки 7.99 Полотенчики 3.99 Постеры 6 долларов 14 долларов это Вот это белье постельное 29.99, 30 долларов Это вот этот столик И вот эта вот сидушка 80 долларов, 79 Получилось, что в магазине Икея Сегодня потратила 159 долларов Так, вот набор, значит, такая Вот, мне нравится Самая крутая Это тоже прикольный И вот эта Сегодня 8 число Я ездила в магазин Таргет Просто прогуляться И взяла себе вот такую Органическую малинку Там постоянно беру И решила посадить Попробовать полезную штуку Взяла вот шпинат И салат Не знаю вообще, как это все будет расти Но интересно опять-таки попробовать Играю в седоводы И вот, значит, ягоды стоили 4.29 И рассада по 1.78 Каждая И получилось, что в магазине Таргет Я сегодня потратила 8 долларов За число я ездила в магазин А, так, это вообще не тот человек Покажу быстренько, что я купила Это кейл Типа выросалатика А мне нужна сода, чтобы отбелить О боже мой Она вся сыпнет Сода пищевая, молоко органическое, цельное, здесь две упаковки вот такого органического сыра в стиках, и здесь остались, да, только четыре упаковки вот таких замороженных, ну, типа, очень сильно охлажденных ягод, они, типа, вот идеально для смузи. Магазин Шопрайт, значит, 89 центов это сода, кейл это салат, 1,49 обошелся мне, молоко органическое 4,39, две штуки по 4,99 это сыр обошелся мне в 9,98, ягоды замороженные, вот они, короче, видите, они здесь все поражены, короче, 4,79, минус 2,80 там по акции, короче, каждый обошелся мне в доллар, 99 центов, да, если бы точнее, вот эти четыре штуки, и получилось, что в магазине Шопрайт я сегодня потратила всего лишь 21 доллар. Магазин Бурлинтон взяла вот такого, типа, сарафанчика, он, знаете, такой прочненький, прям толстенький, и вот такое платьишко, точнее, я взяла их два, просто в разных размерах, хочу посмотреть, какой лучше будет смотреться, и вот такую бутылку для воды, потому что здесь, вон, 2,5 литра, я, ну, чуть-чуть побольше выпиваю, и, короче, маленькие бутылки, это очень надоедает, короче, их туда-сюда наполнять. И вот, значит, 4,49 это бутылка, 8,99, 8,99, это вот эти два платья, и 14,99 это вот от сарафанчика, по итогу магазин Бурлинтон сегодня потратила 38 долларов. 12 мая я ездила в магазин, немножечко закупилась, сейчас быстренько покажу, это кетчуп без сахара, шоколадки 70%, они такие именно маленькие, их удобно, ну, с собой брать, типа, снеков. Это упаковка миндаля, он уже такой нарезанный, знаете, очень удобно в салатике, или так вот обжарить, и с каким-нибудь блюдом, очень вкусное. Взяла органический киви, 4 штучки, органический сыр, вот такой вот, попробовать. Так, из органики здесь еще, а, 4 авокадо вот таких, а, где их ценник, а, вон там, в общем, это органика. Так, что еще интересного, органические такие, ломтик кокоса, ломтики, ломтики, и органическое вот такое масло, точнее, полностью grass-fed и органика, короче, это самое лучшее, если есть возможность покупать такое, то надо брать такое. Взяла малинку органическую, взяла еще шоколадку вот такую неполезную, взяла батарейки, взяла кленовый сироп, должен быть канадский, наверное, но, в общем, органик тоже, он что-то мокрый, надеюсь, как от ягод. Так, здесь осталась упаковка таких вот энергетиков, здесь упаковка, типа, такого пюре, без сахара, короче, хорошее по сроку годности и по составу, вообще, он детский, но, знаете, все можно пить его, есть, и мандариновый пюрьер, это вода просто газированная. И здесь огромная упаковка, вот она мокрая, как раз это здесь ягоды, я для смузи или чего-нибудь еще такого, она прямо-прям, она тоже органическая и огромная. Если проходить по чеку, вот яблочное пюре 4,99, не знаю, что такое 3,99, кетчуп 99 центов, шоколадки линд 3,49, молоко 1,99, что-то, короче, 1,99, органический сироп 6,99, тугу органик, это набор фруктов замороженных 8,99, перьер вода газированная 1,99, органический авокадо 6,99, прикольно, органический киви 2,99, органическая малина 4,99, замороженный бленд 9,99, тогда я не знаю, что это такое 8,99. Может, сыр. Батарейки 4,99, энергетики 3,99, сыр 3,99 и органическое масло 2,99. И по итогу сегодня в магазине, где он здесь вот так вот называется, груши Outlet, я сегодня потратила, в общем, 75 долларов. 16 число, я только приехала из Нью-Йорка, с Нью-Йорка, и в магазин Гарри Поттера я заходила, купила 2 книжки, это фантастические твари, по-моему, называется, вот где их найти, первое, и второе, приключения Горин Девальда. По-моему, здесь цена не указана, по-моему, они, по-моему, бачеку, они довольно-таки дорогие, вот, сорян, вот такой вот флаг, короче, Эрвен Клоу, и самое одно, ну, давайте, да, вот это, менее прикольное, это, ну, такие бобы, короче, вы знаете, со вкусом всего, в том числе блевотиной, ушной серой. И вот такая кофта в размере S, видите, здесь нашивка, и это, если помните, у них был турнир, и смотрите, она именная, то есть она именно на меня, если есть такая звездочка, она вообще, в общем, короче, я рада. И вот, значит, чек, сорян, немножко мокрый, баннер на вот этот, 26 долларов, 20 долларов, это конфетки, по 25 долларов, 23,99, две книжки, 40 долларов, вот это майка, так скажем, 5 центов, это пакет, и персонализация уже была включена, короче, получилось, что в магазине Горин Девальда сегодня потратила 145 долларов. Дальше я пошла, точнее, в первую очередь заходила в Лего, взяла вот такое, у них был только Рон, ну, я так понимаю, это Рон, другого варианта вообще не было, поэтому я такая, ладно, и Рон садят, это на ключи брелок. Взяла вот такую штучку, это собирает Лего, типа Голова называется, то есть вот здесь Нагини, Веландеморт и Ластренч. 25 долларов они по скидке, и взяла вот такой красивый набор, это, ну, одна, так скажем, грубо говоря, из новинок, архитектура, короче, от Лего, Белый дом. Я взяла, потому что, ну, как бы я там была, знаю, как это выглядит, вот такая серия, здесь 1483 штуки, в общем, мне очень нравится, у них там есть разные еще штуки, другие серии, то есть там, хотя есть Колизей за 600 долларов, что ли, короче, ну, вообще безумная цена. И далее почему-то в подарок, ну, вот такую штуку, короче, ну, в подарок все хорошо. И если проходить по чеку Лего, 24.99 это Гарри Поттеровские головы, 5.99 это Рон для ключей, а 99 долларов 99 центов это набор Белый дом. И вот 14.99, минус 14.99, потому что подарок, вот эта штучка, короче, и вот налог еще 12 долларов, получилось, что в магазине Лего сегодня потратила 143 доллара. Что еще? Для моего друга, короче, это чисто приколы, чтобы вы понимали, то есть у него был день рождения, я решила, что лучше запоздалый подарок, чем никакой. И что он получит? Он такой, короче, он американец, просто чтобы вы понимали, такую вот кружку, значит, которую обычно привозят из путешествия. Вот такую огромную ручку, написано Нью-Йорк, и вот такую открытку, у него просто как раз собака такая, мне кажется, очень будет прикольно. Здесь просто написано то, что твой день рождения официально пожароопасен. Мне кажется, это прикольно, и, короче, вот на все это все, все-все-все, сегодня потратила 16 долларов. Там я приехала, мне надо было зайти в магазин еды, купить, значит, от, я не знаю, как они, типа мюсли, нет, не мюсли, как-то по-другому называется, короче. Мука из гречки, гречневая мука, и взяла вот такие вот Nutritional East, я не знаю, как это, дрожжи, дрожжи называются. А вообще, я для машины брала, для машины они немножко другие, и, короче, ну такие тоже пойдут, просто их нужно будет в два раза больше добавлять. Так, здесь, если проходиться по чеку, вот, значит, гречневая мука 5,99, 2,49 это вот это, 3,79 это овоц. Что-то там по скидке было, бла-бла-бла, и получилось, что сегодня в магазине Whole Foods я потратила 11 долларов. И я пришла и получила посылку с Amazon, которую заказывала пару дней назад, начнем, наверное, с этого. Это перцовый спреевый такой вот, как раз сама машина для хлеба до килограмма, но мне только не надо, как раз вот хочу экспериментировать. И здесь вот тоже куча всего, сейчас покажу, наверное, вот это тоже, типа машинки, это, грубо говоря, вот такая нарезалка. А я вообще ее взяла для сыра, потому что у меня органический сыр, органического сыра очень мало, чтобы он был прямо уже нарезанный. А я терпеть не могу на терке вот это тереть, это прямо мой кошмар. Поэтому, а это, знаете, вот, ну, автоматически, механическая, так скажем, то есть не ручная. Ну, то есть пальчик, короче, не будет мне зажевывать. А здесь еще я решила, что мне нужно делать еще свой шоколад. И взяла вот такой вот, это чтобы делать молочный шоколад, органический, он будет, то есть не на молоке, знаете, а на кокосовом молоке. То есть он еще будет веганский. А также мне, конечно, понадобится какао-масло вот такое, тоже органическое. И вот здесь даже запаковали, потому что, наверное, может быть рассыпется. А здесь какао-порошок, тоже органический, в общем, все дела. И последнее, что здесь, это я взяла, ау, палец зажала. Это вот такие пакеты, на них биоразлагаемые. Они маленькие, то есть на кухню. У меня как раз очень мало отходов таких пищевых. И мне кажется, это очень хороший, полезный вклад в природу. Вот такая, помню, 20 долларов стоила. Я заказала два таких торцевых баллончика, один для друга. И вот второй для меня. Каждый баллончик стоил, что-то такое вот, 10 долларов. 9,96. Так, прям это раздражает. Значит, нарезалка для сыра, которую я брала. Блин, по-моему, так и было по скидке, 29 долларов. Здесь пакеты, вот эти вот биоразлагаемые. Е-мое, 16 долларов. Блин, по скидке. А-а-а, ну ладно, ничего страшного. Какао-порошок, 14 долларов. Какао-масло, 10 долларов, 9,79. И кокосовый порошок типа молока, кокосового молока, 15 долларов. И сама машина для выпечки хлеба. Вот так она выглядит. У меня, видите, куча хороших отзывов. Она прям такая, 85 долларов. Но, видите, она еще дороже стоила, поэтому это еще нормально. И на самом деле я еще покупала вот это. Но вот это я отправила не мне, а моему другу. Уедет в Чикаго. Сейчас покажу. Но платила тоже я. Поэтому вот это еще 22 штуки, 20 долларов. Получилось, что где-то еще 40. Сегодня 17 числа из-за магазин Walmart. Взяла, в общем, там была по скидке вот такая книжка Гарри Поттера. Ну, как понимаете, у меня коллекция скоро будет собираться. Точнее, уже начала. Такие пакетики мне нужны для отправки. Так, из несъедобного еще три вот таких светильника на солнечной батарейке. Вот такой клей для ногтей, на сегодняшних пожарных случаев. Здесь еще такие крючки. У меня есть какая-то идея, что сделать дома. Потом вот такой вот кабель длиной. Здесь сколько, 12 фитов? А вот, почти 4 метра. Так, из несъедобного все. Дальше идем в съедобные. Это органические лимоны. Где у них? Вот. Органические лимоны. Здесь также органические авокадо. Должны быть, да. Они очень жесткие, поэтому как раз самое то. Органические помидорки черри. Здесь вишня. Черешня, наверное, не знаю. А потом вот такая упаковка на перекус водорослей. Они очень полезные органические. Это вот с солью морской. Эти вот с васаби. Хочу попробовать. Посмотрите, какие просто вкуснее. Взяла еще брокколи вот такие. Я люблю их обожарить. Ну, как, немножечко. И вот такую смесь. Это дрожжи для машины специально. Они, потому что немножко по-другому там у них смысл работы. Вот если смотреть по чеку, она мне почему-то пробила два раза одинаковую вишню. Поэтому я экстра 8 долларов заплатила. Брокколи 4,12. Упаковки 4 штучки 2,64. 1,83 в васаби. Здесь вот 3 по 97 центов солнечного светильника. Так, это крючки 1,98. Клей для ногтей 1,97. Конвертики для отправки 6,12. Книжка Репутера 24 доллара. Органические лимоны 6,42. Очень дорогие. Авокадо 5,53. Помидорки 2,66. Черри. Это кабель 5,97. И дрожжи 5 долларов. И все вместе. Получилось в магазине Walmart. Сегодня потратила, давайте скажем, 90 долларов. Заходила в магазин Burlington. Взяла вот такую вот емкость для воды. У меня такая же. Помните, я покупала буквально, наверное, неделю назад. Красная, только она, короче, ну, была с дефектом. Я вот ее вернула. Взяла вот эту. Потому что меня все в ней устраивает. И взяла вот такую посудинку. А вообще она как бы для, вот видите, взбивания сливок, чего-то такого еще. Но я ее взяла для того, чтобы в ней делать шоколад самостоятельно. И вот магазин Burlington это был. 6,99 это для того, чтобы делать шоколад. И 4,99 это бутылочка. Получилось, что в магазине Burlington сегодня потратила 13 долларов. Также заезжала, заходила в магазин Michaels. Потратила 4, давайте скажем, 5 долларов. На вот такую форму. Это форма для того, чтобы делать шоколад. Ну, естественно, вот для чего это. Последний магазин это был Goodwill. Так вот, это взяла, короче, новогоднюю упаковочную обертку. Она была по хорошей цене. Видите, вот 1,49. Так, это для печати фотографий. Стейплс. Здесь у нас фильм Симпсоны. Такой какой-то рождественский второй. И книжка Гарри Поттера у меня уже есть, но я хочу ее пробовать продать подороже. Потому что, видите, цена 3 доллара. Книжка в очень хорошем состоянии. И по итогу, вот по чеку, обертка 1,49. 9,99. 3,99 это для фотографий. Листочки 2,49 это книга. И это на благотворительность. Получилось, что магазин Goodwill сегодня потратила 11 долларов. Сегодня, на это число, я получила первую часть посылки с Амазон. И покажу сейчас, что там есть. Да, там уже виднеется. Вот такая мука. Специальная для выпечки в хлебопечке. Хотя она, по-моему, немножко по-другому там показывалась. Ну, ладно. И здесь Лего с Лондоном. То есть, я хочу собрать там, где я была. То есть, все это видела. Здесь 4,68 деталек. И это одна из книжек Гарри Поттера. И другие две у меня идут из Германии, по-моему. Здесь с профессором Трелони. Первое число я ходила в магазин. Ездила сегодня на пляж, поэтому пришлось закупиться немножечко плохой едой. Взяла вот такие Прингл перекусить. М&М. Вот такие чипсы. Одни из моих любимых. И вот такую упаковку еще одних чипсов. Также взяла две воды. Вот в владельнике вторая вода. И взяла вот такой вот типа сыра. С хреном и сыром. И вот такие как-то хлеб. Стики с сыром и чесноком. Я думала, будем макать. Но в итоге, короче, мы их вообще не ели. И также забыла показать, это вот такой горошек. Чеку сырный крекер 3.99. Папайс 3.99. Прингл с 1.67. М&М с 3.99. Две воды за 3.98. Симплейный чесночный хлеб 6 долларов. Горох 3.49. И какой-то... А, и это сыр, который в баночке. Типа такого микса. 5.99. Вместо, видите, 8.49. И получилось, что в магазине Акмы сегодня потратила 33 доллара. Ну вот, и все видео подошло к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Мне почему-то казалось, что видео очень маленькое. И я потратила мало. Но по итогу сумма вылилась довольно-таки большую. Ну вот, столько, да, приходится тратить на проживание в США. Так что приятно знать, грубо говоря. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Всем отличного дня и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok